Музыка Всем привет ребят, с вами Дан и сегодня у нас видео о том, как сделать ну просто таки шикарнейшее зелье в Майнкрафте одно из самых крутых, если не самое крутое Псс, чувак, ты это, не говори другими рецепток Стоп, ты кто такой вообще, и каким хреном ты пробрался ко мне в видео? Рядовой колпачок подсказал Какой ещё рядовой колпачок, ты что издеваешься что ли? Дай я просто расскажу этот рецепт простого зелья Что значит простое зелье? На этом сраном зелье уже сидит пол сервера И это только те, кто знает тайный рецепт, который был найден в пещере древних ситков, что остались записки ночью, прочитанные на Майнвики Да ну чувак, ты сраный наркоман, обдолбленный коксом вместе с жебаром из Т4, отойди от меня Да ты даже не представляешь, что будет с серверами, которые узнают рецепт этого пива Да ладно, что там может произойти, дай я лучше дальше продолжу рассказывать людям Нет, ты не пройдёшь Окей Это безумие Безумие Так, ну что, продолжим, а то я не знаю откуда он вообще появился Ну как бы это не зелье, но это не пиво Ну в общем-то для того, чтобы его сделать вам понадобится индастриал крафт Да, желательно два, потому что, не знаю, ещё кто-то есть, кто на первых индастриалах играет Вот, в чём же его суть? Оно даёт вам такие эффекты, что он сейчас башню просто смесёт Давайте, давайте, готовь Там где-то сзади поставьте приёмник башни В общем-то да, это зелье даст вам такие эффекты, как сила 8 и сопротивление, которые не даст вам вообще умереть Потому что урон вам просто-таки не будет наноситься Вы сможете просто голым убить чувака, у которого будет нанамечь, например Это пипец какой-то, как я только это услышал, но всё равно А давайте сейчас, наверное, всё-таки начнём его как-то сделать и всё такое Ну и вы уже, наверное, поняли, что это не совсем зелье, но и не совсем пиво Потому что то количество работ, то количество ресурсов, то количество время, которое вам придётся потратить на него Очень большое, и просто назвать это пивом как-то не солидно, что ли Поэтому я бы лучше всё-таки называл это зелем Во-первых, вам понадобится, как для пива, бочонок Но для начала вам понадобятся строительные леса Потом вы сделаете бочонок именно вот по такому рецепту А мы его просто сейчас достанем из креатива и поставим, например, его вот сюда Вот тут наша будет пивная, 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 пивная лаборатория, да А также мы поставим их штуки 3, так, для того, чтобы количество было, качество Не переходило, или переходило Поставим даже 5 И теперь перейдём уже к тому, что же нам понадобится Во-первых, нам понадобится 32 хмеля Вы скажете, хмель? Что это за херня? Первый раз слышу В Майнкрафте, что ли, реально? Да, хмель есть в Индастриалкрафте И его вывести таки... не очень таки легко, но не очень таки сложно В принципе, как и вывести любой другой... любое другое растение Во-вторых, вам понадобится пшеница Пшеница находится у нас вот здесь, а у вас находится, наверное, в сундуке Мы её сейчас сделаем, и нам понадобится целых 8 штук После этого вам понадобится ещё один ингредиент Это вода Ну, как же без воды? Вот, вода именно в вот таких вот капсулах Мы это всё сейчас убираем, а капсулы доводим до количества 20 штук Потому что именно 20 штук нам понадобится После того, как вы уже всё это сделали, вы скажете Да ты рехнулся, что ли? Сколько ресурсов? Ну, ладно, впихаем Во-первых, вам понадобится впихнуть 32 хмеля Потом 8 пшеницы, а потом воду 20 штук Всё, после этого вы засекаете время Желательно поставить табличку, например, вот на вот этот вот на... Что же это? Что же такое? Бочонок, конечно же, бочонок Где же эта табличка? Для того, чтобы знать, когда вы его поставили И когда вам придётся его вынимать Или же, когда оно всё-таки придёт в пригодности Вы сможете его использовать Ну, в общем-то, табличка вот Вы там можете прямо shift нажать, поставить И написать там, типа Ставь лайк, чё? Ну, он мне пишет, ставь лайк Потому что это... Нет, вы слегкаете Это раз После этого, вам надо будет ждать 24 часа 24 часа Я советую вам поставить, возле этих вот бочоночков вам поставить такую штуку, как Чанк Лоадер. Чанк Лоадер, он из мода, в общем-то, мод должен быть на сервере, мод должен быть на сервере для того, чтобы все-таки вам намного быстрее было это сделать. Ну, либо же вам придется нанимать рабов, своих друзей, и чтобы они сидели за своим компьютером день и ночь возле ваших бочонков, чтобы Чанк прогружался, и время считалось как заигровое, что оно пройдет реально. После всего этого, после 24 часов, вы уже сможете принять ваши долгожданные зелье пива. Вот как-то так. Ну и вот, наконец-то, посмотрите, посмотрите, я наконец-таки его доделал. Так вот, это у нас пиво по рецепту, который я вам рассказывал в видео, а вот этот рецепт он намного круче, но, в принципе, и он намного более затратный по ресурсам. И, в принципе, он не намного улучшает это зелье, по эффектам оно не улучшается, но зато просто улучшается длительность действия этих эффектов, где-то на полторы-две минуты. А этот рецепт даже не рассматривайте, потому что у него эффективность такая же самая, как и у этого, но зато он тратит побольше ресурсов. Так вот, вот сейчас мы наберем где-то, наверное, отсюда, я думаю, что это будет. Драгон, да, вот такое вот пиво у нас получается. Может быть, у вас на серверах будет получаться просто зеро без текстуры. Ну, в принципе, эффекты одни и те же самые. Так вот, также хочу сказать то, что в версии 1.6.4 и выше, те, которые экспериментал, и не только экспериментал, это пиво немножко понерфили. Ну, как понерфили? Порезали его очень круто, потому что раньше где-то для того, чтобы убить полный квант, она была 20-25 ударов на намечом. Ну, а сейчас, судя по тестам, которые мы проводили и сейчас покажем, в общем-то, нужно где-то около 90 ударов, а то и 95 для того, чтобы прибить квант. Но все равно это до сих пор эффективнее, и вы сейчас узнаете, насколько, и вы, наверное, поразитесь. Так, выпиваем все это пиво в 8 кружек, как мы не забываем, что именно такое количество нужно, и потом заедаем все это земляным наростом. Да, наверное, очень вкусно, но не факт. Хрен знает, в общем, что там есть, но самое главное то, что оно убирает все негативные эффекты, но зато оставляет позитивным. Вот что самое крутое в этом земляном наросте. Ну, в общем-то, достаём этот нано-меч, и сейчас будем гасить нашего противника, который любезно согласился нам помочь, за что я ему очень благодарен. И для чего же я включаю? Для того, чтобы видели, с какой силой уносится заряд кванта, и также, чтобы доказать, что эта кванта не просто какая-то другая броня, которую я ночитель или еще что-то такое. В общем-то, не знаю почему, но не прогружается у меня эта текстура. Я уже менял версии, моды некоторые удалял, и уже пытался заменять айдишники и текстуры. Ни хрена не получается, в общем-то, все равно не прогружается текстура, только видом инвентарей. Поэтому я включаю камеру с инвентаря противника, и, в общем-то, да, продолжаем таки валить его в ускоренном режиме, конечно. Ах да, вот еще кину, кстати, одно видео, которое показывает, как долго же все-таки надо бить кванта без всяких эффектов, и по этому видео вы должны понять, насколько же лучше с пивом убивать кванта. И поэтому это будет, наверное, где-то на 20-30 секунд дольше, и тут ускорение в три раза больше. То есть в конце я поставлю результаты по ударам, потому что мне приходилось сидеть, бить, читать, бить, читать, бить, читать. И насчитал-то я, ой, как немало там. Так что ждите, там где-то, может, секунд 10 осталось еще, а может, немножко больше. Ну, а после я покажу вам механизм, который все-таки поможет быстрее, ну, как быстрее, поможет все-таки контролировать, сколько же времени прошло с последнего вашего входа в игру. В лаве мы тоже не говорим, и просто вдумайтесь в это. А вот и механизм, который поможет вам отсчитать 24 реальных часа. Вам понадобится поставить таймер с 3600 секундами внутри, то есть один реальный час. После один каунтер, который нужно настроить именно вот таким вот образом, то есть 24, 1, 1. И подключить их именно вот так. То есть нужно вам будет пободаться с вот этими вот штуками, потому что они должны стоять именно так. Если вы поставите что-то в другую сторону, то оно не будет работать. В общем-то смысл этого механизма в том, что таймер считает час, а эта штука считает 24 круга таймера. И когда вы нажимаете кнопку, это все дело обнуляется. Но когда доходит 24 часа, то эта вот штука дает сигнал на вот эту вот лампу, и в общем-то она загорается. И вы будете знать, прошло ли 24 часа или нет. Ну, в принципе, можно нажать на каунтер и посмотреть, сколько тут будет. Вот это вот значение отвечает за количество часов. Ну что, готовы? А вот и результаты. Так вот, с пивом вышло за 95 ударов. А вот без пива... Я просто охренел, пока считал и уже понимал, что эта цифра будет очень большой, но я не думал, что на сколько большой. Вот эта цифра, это 1124 удара. Да, я не знаю, возможно, версия такая, возможно, еще что-то, но может быть, если кто-то будет говорить, что это не так, то можете пересчитать, сколько было ударов. Ну, там, наверное, невозможно пересчитать, потому что я не буду... Я бы не делал ролик на 17 минут только там, где валю одного плана. Так что вот. А надеюсь, что это видео вам понравилось и что, что вы подписаны. Так, ну, в общем, тогда всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока! Кстати, я тут Happy Wheels записываю, так что можете зайти посмотреть, там даже веб-камера есть, ну, как бы, фотоаппарат, ну, ладно. Так что ставьте лайк, подписывайтесь и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok